Пацаны, будет ли это разовый ролик или же стоит ждать продолжения, зависит лишь только от вас. 20 тысяч лайков меня убедят в том, что вы захотите и дальше видеть FIFA Online у меня на канале. Ну что, друзья, вы набрали 12 тысяч лайков под прошлым видосом и первый взгляд на FIFA Online 4 сейчас у вас перед глазами. Я сам не знаю, что это такое, собственно, как и вы, наверняка, многие были шокированы этой новостью, что какая-то FIFA Online, почему 4, где предыдущие 3, никто ничего не знает. Вроде как это был эксклюзивчик для каких-то там стран, в Россию эта игра доехала только к четвертой части и, собственно, будем ее сегодня щупать, трогать. Сразу при фаером скажу, что мне никто ничего не платил, сейчас у многих блогеров выходят рекламные обзоры, интеграции и прочее, в моем случае мне никто ничего не платил, поэтому это будет мое самое искреннее и честное мнение. Сразу забегая вперед скажу, что мне не нравится в этой игре, то, что, блядь, я должен играть на ПК, я ненавижу ПК всей душой. Мышка, клавиатура, боже, для меня это все так дико. Ну, ладно, если эта игра будет прикольной, наверняка я как-нибудь с этим всем подружусь. Ну что, ребята, нажимаем начать игру, я ни разу ее не запускал, если что, это закрытый бета-тест. Игра сейчас находится в закрытом бета-тесте и для вас я раздобыл 25 ключиков, которые будут разбросаны по всему видосу. Так что смотрите видео внимательно и вы сможете ввести этот ключик и также принять участие в закрытом бета-тесте. Мистер Панда FX. Запретные слова? Имя уже используется или содержат запретные слова? Ё-моё, как все тут строго. А если просто Панда FX, наверняка уже кто-то... Блядь, нахуй, кто этот человек, который спиздил мой никнейм? Ну, блядь. Ладно, буду Панда FX FX. О, это имя можно использовать. Так что, ребята, если вы встретите Панда FX FX, это я из чё. Мне тут сразу же предлагают выбрать Лигу, что очень странно. Ладно, давайте выберем ПСЖ, может быть мне МБП дадут. Верни мой 2003, когда я на клавиатуре играл в FIFA. А нет, было время, когда я ещё играл на клаве FIFA World. Я не знаю, остались ли тут олдскулы, которые помнят эту игру. Что за пиздец? Я не могу на мышке играть. Это просто восхитительно. Ребята, Эль Классико на носу. 10-го числа, Реал Мадрид будет играть против Барселоны. И у моих спонсоров из компании OneX есть для вас классные коэффициенты. Регистрация, ребята, всего лишь в один клик без паспорта. И также моментальные выплаты практически на все платёжные системы. Ссылочка будет в описании. Или же вы можете просто перейти по моему QR-коду. Это, конечно, всё прикольно, но мне надо будет как-то геймпад, наверное, подключить. Всё, я чемпион. Я дошёл до ворот. Вот, ребята, я нашёл тот самый легендарь геймпад, с которого начинал с моей карьеры на ютюбе. Слёзы ностальгии потекли у меня из глаз, но вы их не увидите, потому что я в очках. Так, что геймпад у меня не видится, как я понял. А знаете, в этом есть какой-то свой определённый шарм. Сразу вспоминаю свои школьные года, когда у меня не было денег на геймпад. И я сидел на клаве, играл в Pro Evolution Soccer. Системные требования у игры очень низичные, поэтому игра идёт плавно, вроде в 60 FPS. Не знаю, заметно вам это или нет. Так, я сразу перехожу к пакцам. Пока что я не вижу, есть ли у меня хоть какие-то поинты или ещё что-то. У вас появился незарегистрированный игрок. Давайте рассмотрим, как можно его использовать. Регистрация игрока. Что за регистрация? Так, переход, переход. Первое. Открытие паков FIFA Online. Так, как бы мне понять, что из этого всего мне стоит открывать, а что нет. Потому что тут миллиард пакетиков. Посмотрите, это а-ля, короче, FIFA Mobile. Там тоже миллион паков всяких. И вот понять бы, что из этого всего открыл. Это всё лишь первый заход. Я пока очень много туплю, вы уж извините. Показываю всё как есть. Открыть две штуки. Почему у меня бронзовый набор? Не хочу, а бронзовый набор. Премиум коробка. Ой-ой-ой, как она выглядит круто. Наверняка здесь что-то будет классное. Открываем, смотрим. Премиум. Игрок должен упасть. Сто тысяч монет. Блин, было бы прикольно, если бы вот в полной версии также вам могли упасть какие-нибудь монетки. Не тысяча, не полторы, а вот так вот. Сто тысяч монет получаете. Я как понял, тут рейтинги игроков никак не пересекаются с полной версией. Допустим, вот с Аравия вам может упасть с рейтингом 73. То есть он тут бронзовый бич. Но прикол данной игры в том, что вы можете прокачивать этих игроков. Это та фишка, про которую я очень давно говорил. Было бы прикольно, если бы в Ultimate Team вы могли бы качать игроков. И тут вуаля, как по заказу данная фишка залетает. Это прям реально очень круто. Это уолкаут или что? Как понять? Так, Ливерпуль. Вау, первый же игрок. Это сразу же Салах. Круто. 81 рейтинг Салах. Ну, да, это смешно выглядит. Все такое. Ну, скорость неплохая. 84, удар 79. Но, опять же, фишка в том, что вы можете качать их игроков. Что, несомненно, круто. Так, я не понял. У меня в команде уже сразу есть Неймар и Мбаппе. Я чуть не понимаю ничего пока что, ребята. Очень тупой. Простите, пожалуйста. Видимо, нужно вот зарегистрировать игрока. Вот, допустим, Салах, да. Я его должен... А, все. Я, типа, отправил его в клуб. Все. Я начал понимать, как работает эта игра. А, все. Я понял. Тем самым мы качаем игрока. Типа, я закидываю в него каких-то бронзовых бомжей. И, типа, у него сейчас апнется рейтинг. И все все правильно понимают. Неудачное усиление. Что? Так, попытка номер 2. Теперь я запихиваю Сарабию сюда. Может, типа, игроки слишком плохие были. Я не знаю. Так, усиление пройдет. Неудачное усиление. Блядь, да что я лох такой, что ли? Так, окей. Я закупился тут еще какими-то пакцами. Давайте их пооткрываем. Так, 2 миллиона монет мне сразу дали. Нифига себе, я богатый. Открываем. Следующий набор. 80. Рейтинг плюс. ПСЖ. Франция. Мбп. Блядь. Тут, типа, топовые игроки вот так вот, что ли? Типа, салах. Мбп. Я просто 2 пака открыл. Ну, вроде как это и прикольно. А вроде как... Не знаю. Так, может, типа, интерес быстро пропасть. Так, теперь вопрос. У меня есть Мбп. Есть еще один Мбп. Только один Мбп у меня ЛФД. А этот у меня теперь форвард. Открыть 10 штук. Вау. Я могу сразу 10 пакцов открыть? Это мне сейчас 10 игроков? Сейчас по очереди будут выходить или что? Пимен Токаль. Че? Блядь, Роналду сразу упал. Серьезно? Я в шоке от того, как здесь легко добываются игроки. Криштиан Роналду. Скорость 81. Это, конечно, грустно. Месси мне упал еще. У меня все топовые игроки сразу вот так вот. Открываем еще 10 паков, ребята. Еще 10 паков. Опять Криштиана Роналду. Просто в каждом паке мне падает Криштиан Роналду. Вы только посмотрите на эту красоту. Так, ну давайте всех этих игроков отправим к себе в клуб. И сейчас постараемся как-то это все дело прокачать. Вау. Это что такое? Я могу кастомизировать игроков. Можно делать скриншот. Ууу. А ты можешь как-то покривляться там? Да, тут даже есть какие-то анимации. Да, да. Я все понял. Тише, тише. Так, ребята, прошло еще несколько минут, и у меня скоро лопнет башка от того, что я не могу понять, что делать. Где все мои игроки? Почему я не могу, блядь, выбрать Криштиану или еще кого-то? Почему у меня только Ливандовский и Агуэра? Кто мне объяснит? Типа вот я вложил Агуэра в Ливандовский. Нажимаю далее. Типа сейчас Ливандовский должен, типа, апнуться. По идее, если у меня сейчас опять провала не будет. Смотрим. И, и, успешное усиление. Ливандовский 82. Круто. Ну и переходя к нашим корешам из ОНХ, не забывайте про мой промокод PANDOS. Он дался вам бонус на старте. Так, теперь я могу вложить этого Ливандовский в Криштиана Роналду. Только я не знаю, насколько это целесообразно. Типа, блядь, монеты какие-то тут миллионы, миллиарды какие-то перечисляются. Ладно, пока что не будем заниматься от греха подальше. Тут еще прикольно то, что я могу двигать игроков, как в Pro Evolution Soccer. Типа, а-ля, сюда переместить, налево, направо, крузово. А, нет, крузово нельзя. Ну, типа, в рамках, так скажем, адекватности вот так вот можно, короче, нахерачить все игроков и играть вот по такой тактике, блин. Это забавно. Так, все, ребята, я вроде как разобрался. Сейчас я сделаю кое-какие замены. И мы, собственно, ворвемся в рейтинговые матчи. Настройка дополнительного времени. А, тут еще дополнительное время можно саму выбирать. Так, состав соперника. Это просто Real Madrid. Нет, геймпад не работает. Просто прекрасно. Отлично. Классно. Буду играть на клавиатуре. Как бежать? Я не понимаю, как бегать. Как делать подкат? Ага, все, разобрал. А как переключать? Как переключать игроков, блядь? Боже мой! На что я подписался? Ну, пасоваться я вроде как научился. Пасоваться научился, а поворотом... Ну-ка, я попробую ударить. Как здесь лонгшоты летят, мне интересно. Вроде как движок от FIFA. То ли 17-й, то ли 18-й, если я не ошибаюсь. Опа, 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 опа! Да как ты, Криштиан? Алло, эй, слышь ты! Как ты в таком моменте не попадаешь? Ладно, хорошо, у тебя рейтинг там. Какой, 82-83, я не помню. Пишем на эту историю. Ну вот, опасные моменты я уже начал создавать. Ребята, смотрите, бля, я уже научился играть даже на клавиатуре. Отказ от матча, ребята. Я отказываюсь играть в этом матче. Потому что играть на клавиатуре, это, конечно... Не самое веселое занятие, которым я могу заняться. Ну что, ребята, повалился я тут немного и все-таки подключил геймпад к игре. И надеюсь, он его сейчас увидит, блядь. Так, какой-то киберспортсмен мне достался. Он три победы подряд уже сделал. А его команда это просто Боруссия. О, отлично, ребята, он видит геймпад. Супер, у-у-у! А почему не чувак в перчатках там какой-то пробежал? А, тут же это кастомизацию можно делать, я уже совсем заб... Что, блядь? Я немного прифигел от того, что пропустил мой голкипер. Мяч летел прямо в него. Давайте повтор посмотрим. Что это такое? Смотрите, еле-еле мяч летит. Пиздец. Других слов у меня нет. Блин, я пытаюсь играть в эту игру, как будто я играю в FIFA 21, блядь. Тут движок-то опять же из какой-то там 17-18 фифки. Надо вот к этому как-то привыкать. Так, ну, сейчас-то я забью. Да как вы не забиваете, алло! Так, хорошее забегание. Димария. Димария. В дальний. Хорош! Мой первый гол в FIFA Online 4 забивает Димария. Нажмите Enter и введите сообщение. Опа, тут можно сообщение писать еще, челу, ну типа, а-ля. Ха-ха, смотри, какой гол тебе забил. Так, хочется лонгшоты потестить в этой игре, ребята. Ну-ка, давайте проверим. Вот такое-то. Охренеть, что это провал? Почему у меня Лео Месси в защите? Вопроса больше, чем ответов. Галкипер тащит. Вот, проснулся Терштеген. После пропущенного говна того. Блядь, да как так проходит все? Терштеген снова тащит. Верати почему-то оказался в атаке. Криштиану! Хорош, Криштиану! 2-1, ребята, камбэчем против киберспортсмена Марка Ройса. Так, я не знаю, насколько давно у меня камера выключилась. Я только сейчас это заметил, сори. Так, если что, здесь навесы хорошо летят. Поэтому давайте сейчас подадим на Криштиану Роналду. Вот так. Чё, бое, что это за навес? Не, ребята, к управлению надо привыкать. Так, давайте посмотрим, как работает пейс. Ну, работает неплохо. Аканжи за мной вообще никак не успевает. Вот такая вот подача на Криштиану. Ну и ты Криштиану должен забивать такие моменты, блядь. Также я заметил, что есть время вроде как идет быстрее, чем в полной версии. Чебать, что это залетело? Естественно, я думаю, вам и так заметно, что аркадности здесь намного больше, чем в полной версии. Это неплохо. Это действительно неплохо. Играть как минимум весело. Вот такой вот пас на Мбаппе. Ну, это гол должен быть. Мбаппе только попробуй не забить. Да как голкиперы здесь играют? Это просто жесть какая-то. Голкиперы прям сумасшедшие сейвы какие-то делают. Нереальнейшие. Ну, в дальний. Охренеть, голкиперы опять тащит. Давай, Криштиану, беги. Беги, Криро. Сейчас сделаем вот такой вот финт. И в дальний. Блин. Все, ребята, заканчивается матч. И это наша первая победа. Историческая первая победа FIFA Online 4. Я достиг второго уровня. Вау, я крут. Так, повышена адаптация девяти игроков. Что такое адаптация? Пока что я понятия не имею. Что у меня гиппорт сломался опять, что ли? Я не понимаю. Видимо, геймпад в самой менюшке не работает. Какой-то пак мне вроде дали 80+. Сейчас, я уверен, выпадет опять какой-нибудь ТОВчик. Реал Мадрид. Серегуня Рамос, если я не ошибаюсь. Да, это Серегуня Рамос. Пойдет в основной склад. Пытаюсь понять, как продавать игроков здесь. Потому что у меня два Криштиана Роналду. Два Леонида Мессевича. Пытаюсь понять, как их продавать. Пока что вот сложно все мне это дается. Определенный интерес в этом имеется. Но вот надолго ли меня хватит в этой игре? Все зависит лишь только от вас. 20 тысяч лайков минимум. Я от вас прошу, чтобы вы увидели продолжение. Ну или хотя бы, если просмотр хороший будет. Тогда я, возможно, как-то проникнусь в эту игру. Начну изучать, как все работает. И тогда, может быть, выйдет второй видосик. Где я уже буду, как опытный чел, шарить. Что как, куда, во сколько. Ой-ой-ой, нифига, даже так можно. Ну давайте тренить удары. Сейчас, подождите. Я немного по трене удары и закончу. Вот так вот. И в девятку. Не, как голкиперы здесь какие-то сумасшедшие. Я вам базарю. Почему у него пяти звезд нет? У него только четыре звезды, что ли? Что он не делает пятизвездочные финты? Ну и все, ребята. Теперь точно заканчиваю. Буду учиться играть в эту игру. А вы пишите свои комментарии, что вы думаете про FIFA Online 4. С вами был я, Пандосов Иксович. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошее настроение. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok